Друзья, Лысая Ставка канал с бесплатными прогнозами на спорт. Его ведет мой хороший знакомый, и у него действительно качественные прогнозы. Так что если хотите подзаработать на прогнозах, вам к нему. Ссылка будет в описании. Главная цель Манчестер Юнайтед. Трансферные планы Барселоны. Развязка первых матчей 1-8 ЛЧ. Решение Нагельсмана по будущей работе. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Представители Манчестер Юнайтед побывали на матче 28-го тура итальянской серии А между Ювентусом и Аталантой, сообщает Футбол Италия. Скауты манкунианцев внимательно следили за игрой футболистов-бергамасков, Тёна Капмейнерса и Джорджио Скальвини, а также защитника Ювентуса Брэмера. Хавбеку Аталанты удалось оформить дуваль. В текущем сезоне на счету Капмейнерса 33 матча за Аталанту во всех турнирах. В них он отметился 12-ю голами и 4-мя голевыми передачами. Скальвини провел за Бергамасков 33 игры и сумел забить 1 мяч, а также оформил 3 асиста. А Брэмер, в свою очередь, провел 28 матчей за Ювентус, забив дважды. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Трансфермаркт, 40, 40 и 50 миллионов евро. Галкипер Манчестер Сити Эдерсон рискует пропустить около месяца из-за травмы, полученной в матче 28-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля. Об этом сообщает Sky Sport у себя в соцсетях. На 56-й минуте встречи вместо Эдерсона на поле вышел запасной вратарь Штефан Ортега. Спортивный директор Барселоны Деку встретился со спортивным директором Манчестер Юнайтед Джоном Мерта, чтобы обсудить возможные трансферы, сообщает Sport ЕС. Несмотря на то, что имя нового главного тренера после ухода Хави еще неизвестно, руководство Барсы уже планирует усиление команды на следующий сезон. Одним из обсуждавшихся на встрече футболистов является Мейсон Гринвуд, который выступает на правах аренды за Хитафи. Ранее появлялась информация о том, что 22-летний англичанин не хочет возвращаться в МЮ. Главный тренер сборной Германии Юлиан Негельсман намерен объявить клуб, в который он перейдет после чемпионата Европы до начала турнира. Об этом сообщает журналист Флориан Плетенберг. По его информации, Негельсман хочет принять решение о своем будущем до начала Евро и объявить о новой команде в апреле или в мае. Сообщается, что во время турнира и непосредственно перед ним Юлиан хочет полностью сосредоточиться на работе со сборной и не отвлекаться на вопросы относительно своей дальнейшей работы. Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз хотел бы видеть наставника Ливерпуля Юргена Клопа главным тренером сборной Германии на чемпионате мира 26-го года, если Юлиан покинет национальную команду по завершении Евро. Также, по сведениям Плетенберга, Боруссия Дортмунд включила главного тренера сборной в число возможных кандидатов на аналогичную должность в клубе. Будущее Эдина Терзича находится под вопросом. Окончательное решение пока не принято. Ханс Юахим Вацке, гендиректор Боруссии, является большим фанатом Негельсмана и считает, что тот прекрасно подходит команде. Президент ПСЖ Нассер Альхилы Эфи рассказал про стратегию развития команды. «Мы хотим построить команду, которая действительно сможет играть вместе в течение следующих 6-8 лет. У нас самая молодая команда среди тех, которые вышли в четвертьфинал ЛЧ. У нас самая молодая команда среди топ-10 клубов Европы. Это заставляет нас гордиться», — цитируют слова Альхилы Эфи издания RMC Sport. Бавария собирается провести новые переговоры с Альфонсо Дэвисом. По данным журналиста Флориана Плетенберга, мюнхенцы предложат защитнику контракт сроком до 29 года, а зарплата — около 11-13 миллионов евро в год до выплаты налогов. При этом футболист требует 20 миллионов с учетом бонусов. Бавария хочет, чтобы ситуация поскорее прояснилась. Если позиции сторон не сблизятся на этой неделе, будет запланирована продажа канадца ближайшим летом. Будущее Эрика Тенхага возможно будет зависеть от суммы компенсации за отставку. На решение Айнеос о будущем главного тренера МЮ частично повлияет сумма компенсации, — пишет The Times. Многие посредники предлагают Ман Юнайтед своих клиентов на случай, если клуб решит поменять тренера летом. Однако в клубе есть мнение, что по отношению к Тенхагу было бы справедливо оценивать его работу уже после того, как новые владельцы сформируют новую структуру управления. В руководстве Айнеос уважают Тенхага. В компании считают, что структура, которой он окружен в Ман Юнайтед, не помогает ему добиться результатов. Эрик участвовал в недавних обсуждениях, в ходе которых планировался следующий сезон, в том числе предсезонный тур и трансферная активность. В МЮ считают, что Тенхага могут уволить, если команда не попадет в Лигу Чемпионов. Однако отставка тренера и его штаба, скорее всего, обойдется в более чем 10 миллионов фунтов. Если Тенхага уволят до 30 июня, эта сумма пойдет в финансовый отчет за этот год. Ранее Эрик говорил, что Юнайтед был близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Из-за этого клуб не подписал нападающего. Таким образом, ситуация с соблюдением финансового фейерплей может повлиять на решение по Тенхагу. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона. Барселоне сообщили, сколько Ливерпуль хочет получить за Луиса Диаса. Как пишет колумбийская газета El Heraldo, игра Диаса в этом сезоне привлекла внимание Барселоны. На прошлой неделе представитель колумбийца Карлос Ван Страллен поужинал с президентом каталонского клуба Жуаном Лапортой, который хотел узнать, какую сумму запросит Ливерпуль в случае начала переговоров. Лапорте сообщили, что за Диаса потребуют 120-140 миллионов евро. Для Барса такие траты сейчас невозможны. Об этом Лапорта сообщил агенту игрока. Отмечается, что Ливерпуль готов отпустить Луиса, если получит предложение, соответствующее этой оценке. Лондонский Тоттенхэм присоединился к борьбе за игрока Вулверхэмптона Педру Нету, сообщает Football Insider. Клуб хочет приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболисты заинтересованы Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал и Нью-Касл. Нету выступает за Вулверхэмптон с 2019 года. А его ориентировочная стоимость составляет 42 миллиона евро. Манчестер Юнайтед сделал своей главной трансферной целью центрального защитника Эвертона Джереда Брентуэйта, сообщает The Mirror. По информации источника, футболист впечатлил главного тренера Юнайтед, Эрика Тенхага и скаутский отдел клуба. Однако Брентуэйта собираются приобрести даже в случае увольнения голландского специалиста. На фоне ужесточения правил финансового фейерплей, новый владелец красных дьяволов стремится инвестировать в молодых талантов, способных обеспечить Юнайтед максимальную отдачу от вложенных средств. Брентуэйт выступает за Эвертон с 2020 года. Майкл Эдвардс согласился вернуться в Ливерпуль на руководящую должность после того, как Финвей Спортс Групп убедила его вновь поработать на благо клуба. Об этом сообщает The Mirror. А бывший спортивный директор займет новую для себя должность. Ричард Хьюз, который покинет Борнмут в конце сезона, является основным претендентом на пост спортивного директора Ливерпуля. Известно, что у Эдвардса и Хьюза крепкие рабочие отношения. Теперь ожидается, что они встретятся в Ливерпуле. Эдвардс вылетел в Бостон на прошлой неделе и встретился с владельцем Джоном Генри и главой Финвей Спортс Групп Майклом Гордоном. Эдвардс получил более высокую должность, которая даст ему больше контроля над футбольной деятельностью клуба. Он занимал пост спортивного директора Ливерпуля с 16 по 22 год. Этой ночью состоялся ответный матч 1-8 финала Лиги Чемпионов между Барселоной и Наполе. На 15-й минуте счет в матче открыл футболист Барселоны Фермин Лопес. Уже через 2 минуты на 17-й минуте защитник Барсы Жуау Канцелу удвоил преимущество своей команды. А на 30-й минуте Амир Рахмани сократил отставание гостей. На 84-й минуте Роберт Ливандовский удвоил преимущество Барселоны, установив окончательный счет матча 3-1. Барселона проходит в четвертьфинал по сумме двух встреч со счетом 4-2. А в параллельном ответном матче встречались Арсенал и Порту. На 41-й минуте матча бельгийский футболист Леандро Троссарт открыл счет и вывел Арсенал вперед. Ему ассистировал Мартин Эдегор. Основное время завершилось со счетом 1-0 и матч перешел в дополнительное. По его итогам победитель вновь не был выявлен. А уже в серии пенальти Арсенал одержал верх со счетом 4-2, тем самым пополнив ряды четвертьфиналистов.